Поздравляю вас с праздником Ханук. Я думаю, что у многих была возможность участвовать в каких-то вечеринках или в праздниках семейных. Сейчас мы немного научимся. Это будет такая комбинация учения Хануки. И с Матфея 13 главы это наша программа. Вам всем раздают такие записки. Я очень рекомендую вам читать вместе с общей общиной. Давайте помолимся. Отец, я молюсь, чтобы ты открыл наши сердца и дал нам получить Твое Слово и устрои нас, как сильных верей людей. Во имя Ишуа Машеха. Аминь. В самом начале вы уже слышали очень сильную проповедь от Жени. и я уверен, что вы услышали и запомнили что верность и высокий стандарт. Это очень важно. И это часть Хануки. Победа Макавеев. Вера и верность. И высокий стандарт. Поэтому еще раз вас всех с праздником Хануки. Как вы знаете, слово Ханука переводится как обновление или освящение. И это исходит из очень древних времен. Где-то 300 лет после нашей эры. До нашей эры. Это было время Макавеев. Это было время Антиохи Эпифана. Который был послом в Сирии. И он пытался изменить Древний мир. Он был учеником Александра Македонского. Кто помнит это имя от Александра Македонского? Очень ярко известное имя. И, конечно, в истории очень много информации об Александре Македонском и о Эпифане. И мы тоже разберем в Танах и также в Танахе мы видим объяснения некоторые об Александре Македонском. Кто помнит, где в Танахе написано в первый раз про Александра Македонского? Не помним. Есть пророчество Даниила. И вы помните, что там есть картины Диких зверей. И один из зверей он, в принципе, означает Царство Александра. И каждый раз, когда Священные Писания нам рисуют картину Дикого зверя, то это или картина Сатаны или Антихриста. Помните, да? был зверь, который вышел из моря или вышел из севера или с юга. И одна из картин, которую описывает Даниил, это картина Александра. И каким-то образом он изображен как кто-то несущий зло. Но мы знаем, что царство Александра, греческое царство, не только принесли в мир плохие вещи. Демократия и образование все приходит оттуда. Но оболочка всех этих вещей была очень нечистой. Она под оплекой было поклонение идолам. И в это время появилось выражение грек или елен. Когда мы читаем святые Писания, сколько раз мы видим слово элены? Это приходит оттуда и рав Шауль он использует слово елены вместо того, чтобы сказать народы. Он возводит этот концепт, который мы видим. Он говорит, различает евреи, иудеи, и элены. Иудеи, и элены. Кто помнит такие выражения в Священных Писаниях? Помните, апостол Павел говорит, что Евангелие прежде всего иудею, а потом элену. Это все с этих времен. Это наше начало. А сейчас я хочу вам дать четыре коротких урока. Первый урок это борьба добра и зла или Израиля с Вавилоном. Мы знаем, что когда Господь создал народ израильский, все народы уже существовали. Уже было Вавилонское восстание. Кто помнит Вавилонское восстание? Когда народы строили большую башню и они хотели восстать против Бога, а Бог рассеял их. Но эта культура Вавилона, вот это поклонение идолам и ненависть к Богу, с того времени уже существовали в народах. И в противостоянии вот этому институту Вавилона Бог дает жизнь новому движению. Мы читаем в бытии об Аврааме и его детях. они создают совершенно другую культуру. И хотя там тоже существует демократия, но там совершенно другая основа. Там есть основа веры в одного Бога, который сотворил небеса и землю. То, что делает Авраам, или лучше сказать то, что делает Бог через Авраам и его народ, он возвращает человечество во времена Адама, потому что во времена Адама верили в одного Бога. Помните, Адам, Ева и Бог. Никого другого нет. Если вы очень внимательно читаете книгу Бытия, вы видите, когда начинается идолопоклонство. Если вы откроете Бытие четвертую главу, откройте, пожалуйста, Бытие четвертая глава. Очень важно, чтобы вы следили за тем, что я говорю. в своей Библии, потому что по-другому это просто слова, вы их не запоминаете. Если вы откроете Бытие четвертую главу, в 26 стихе написано, я прочитаю на русском, а на иврит, там очень богатый. И там есть очень много информации на иврите. На иврите значит иврит, что это значит? Человечество. С этого слова происходит слово человечество. Тогда начали призывать имя Господа. Но толкователи что говорят не точно в это время начали называть Господа Господа. Потому что во время Адама начали называть Бога Господом. Но здесь есть намек на то, что люди создали идолов и дали им такие же имена, как имена Господа. В принципе в это время родилось идолопоклонничество. Но если мы продолжаем читать, и мы дальше читаем пятую и шестую главу Бытия, мы видим особенно в Бытие 6, что служебные ангелы в это время написано в Святом Писании Сыны Бога начали вступать в брак с девушками. Представляете, что ангел с небес спускается и берет в жены обычную женщину. И начали рождаться такие существа. Я не буду об этом много учить. Но намеки на эти события существуют во всех культурах мира. в греческой мифологии вы помните Зевса и все его царства. Вавилон и Рим у Хананеев. И сейчас археологи находят столько много доказательств, что эти существа их называли Богом. И вот оттуда пошла вся эта идолопоклоническая деятельность, которая в принципе повлекла за собой бунт против Бога и Вавилон. А Бог избрал Авраама для того, чтобы поставить его против всей этой деятельности идолопоклонической. И в Бытие 22 главе, когда мы читаем о жертвоприношении Ицхака, кто помнит этот рассказ? Ужасная вещь, что Отец должен был принести в жертву своего собственного сына, но это очень пророческая вещь, потому что то же самое Бог сделал со своим сыном Ешуэм Ашехом. Поэтому в то время, когда Авраам хотел сделать, но Бог не позволил, мы читаем с 16 главы. Мы читаем 22 главу, 16 стих. Откройте Бытие 22 глава 16 стиха. Бог сказал Аврааму, мною клянусь, говорит Господь, так как ты сделал сие дело, остался уверен мне. От чем выучил Женя у нас? Неиман, 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 неиман ли, остался ему уверен. Не пожалел сына своего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя. Потом Бог провозглашает четыре вида благословений, которые он дает Аврааму и его потомкам. Я изучаю этот вопрос. Вы увидите, насколько это все связано с праздником Хануки. потому что все это говорится о войне против бунта, грязи. Говорится об очищении. Вавилон идолопоклонства и то, что эллины греки вносили и вносил антиох эпифан. целью было разрушить всю эту систему божественного поклонения, которую делал Бог. Что здесь делал Бог? 17 стих. Я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножаю семя твоё, как звёзды небесные. Скажите мне, что значит звёзды небесные? Это значит объект физи не только физическое тело, это свет. В этом стихе Бог обещает, что сыны Авраама, израильский народ, будет как звёзды. Они будут во всём мире и они будут сиять Божьим светом и дадут направление всем народам. это в принципе значение этого стиха. И написано про песок, который множество в принципе означает, потому что песка много обычно. мы не видим до сих пор это про наш народ, потому что нас 15 миллионов только. китайцев сейчас миллиард с половиной. Но здесь смысл, что песок находится во всём мире. Во всём мире есть песок. Если мы посмотрим на то, что израильский народ рассеян по всему миру, влияние евреев во всех странах тоже существует. и овладеет всеми городами врагов твоих. Ир город. Это что-то, что вначале построил человек, которого звали. Как звали человека, устроивший первый город? Кто был Каин? Каин был человеком плохим. Он убил своего брата. И поэтому, когда в Танахе имеется в виду город, это что-то плохое. И поэтому здесь написано, что семя Авраама сокрушит города. Да. глас моего здесь написано о семени в одном. И поэтому Рав Шауль толкует это местописание, что от Авраама исходит Машия. Мы видим, что в противостоянии Вавилону, который был против Бога и построил систему и дала поклонение во всем мире, Израиль был создан для другой цели. Принести избавление и влиять положительно на все народы. И поэтому это цель Израиля, война с Вавилоном. Или война добра с злом. И это происходит во всем мире. Но есть одна маленькая проблема. Вот мы здесь народ израильский. Но есть только много плохого даже внутри нас. Вавилон приходит внутрь нас. И одна из целей, почему Иешуа пришел в этот мир. Не только дать Израилю силу для того, чтобы победить Вавилон. Но также дать каждому человеку силу победить внутренний его Вавилон. До сего момента понятно? Я тогда перехожу ко второму уроку. И поэтому второй урок это война со внутренним Вавилоном. или очиститься от закваски внутри себя. От закваски. В Святых Писаниях есть только много объяснений и даже заповедей, что нам нужно очиститься от закваски, от старой. И один из великих написал и одна из самых величайших заповедей, которые написаны в Исходе очиститься от закваски. Когда мы должны в какой праздник это делать? В праздник Песах. Потому что закваска это знак Вавилона в этом мире, которая зашла внутрь нас. И каждый дом в Израиле во время Песаха пытается очиститься от закваски. Но физическая работа это знак того, что нам нужно очистить свою внутренность. И об этом тоже сегодня много говорил Женя. в верности высокий стандарт. И для этого приходит И И мы видим что в Матфея 13 главе он говорит притчами к народу Израиля и своим ученикам. Кто помнит притчи Йешуа? Напомните мне некоторые притчи. Какие еще притчи? Верный раб и много есть притчи. Иногда мы читаем и говорим сами себе. Почему написано это притчами? Почему нельзя было просто написать ясным текстом? Почему не дать ясное объяснение 1, 2, 3, 4? Зачем притча? Проблема это вот эта самая закваска, которая когда мы слышим прямой текст, мы становимся слепыми. Первый человек, который начал учить притчами в святых писаниях, кто он был? Он был Соломон. Написано, что Соломон был мудрейшим из людей. И почему бы не объяснить ему как профессор в университете? Первый, второй пункт. Но Соломон написал много притчей. Почему? Потому что притча она как сказка. Сказка заходит внутрь человека и человек ее помнит. Возможно, придает ей значения. Но есть такое прикосновение Бога. Бог прикасается к каждому человеку. Есть не такого человека, которому Бог не прикасался пару раз или три раза в жизни. кто об этом говорил? В книге Иова написано, что два или три раза Бог говорит с каждым человеком. Вот есть внутри тебя эта притча, ты ее помнишь. Есть какой-то рассказ жизненный и вот прикасается к тебе Святой Дух. И ты вдруг начинаешь вспоминать и говоришь, почему я этим не пользовался? Кто когда-то проживал такую ситуацию? У кого была такая ситуация в жизни? Мы здесь шумашаль шаматами имами абами савтами пастор меруэ мираби потом зе ву оле вата умер рега лам ани льо еш тамаш тибаз вдруг какая-то притча вам приходит на ум которую вы слышали от мамы от папы от бабушки или от пастора и вы вдруг вспоминаете ее думаете почему я не пользовался ей и именно для этой цели еш учит своих учеников притчами потому что иногда мы становимся закрытыми но мы надеемся что один раз Дух Святой прикоснется к нам и оно восстанет внутри нас и мы поймем это послание и ты примешь это послание и эту истину и ты эту закваску очистишь из себя давайте посмотрим Матфея 13 главу и посмотрим на одну две притчи которые рассказал Ешуа откроем Матфея 13 главу я прочитаю некоторые стихи от 3 по 23 вот притча которую рассказывает Ешуа вышел сеятель сеять и посыпал землю зернами одно упало в хорошую почву одна попала в другую в третью в четвертую мы видим что упали семена в землю то что упало на добрую почву возросло и дало много плодам то что упало на сухую почву потом высохло и умерло Ешуа объясняет вот это мы мы это почва а кто сеет слово Божье это может быть Бог это может быть Ешуа это может быть твой друг это может быть проповедник вдруг ты получил это семя правды внутри себя что-то возросло и принесло плод а что-то высохло вы знаете как я понимаю эту притчу я себя вижу как человека много с разными направлениями как вы как вы в моей жизни есть место для общины есть место для работы есть место для семьи есть место для самого искусства и в каждой сфере своей жизни я отличаюсь есть сферы жизни где я очень эффективный но есть те места в жизни где я себя чувствую совершенно неспособным ни на что но что я учу из этой притчи когда Святой Дух вдруг указывает на ту часть моей жизни где я не преуспеваю это то место где я должен молиться обратиться обратиться к отцу и к властителю всего чтобы он в правильном месте внутри меня заменил почву возможно я не преуспеваю в работе возможно я не преуспеваю в семейной жизни то это то место где я говорю здесь я потерпел неудачу и я говорю Господь помоги мне это то о чем учит брат Машиеха Яков он говорит если тебе не достает мудрости или милости или подхода или структуры то приди к Богу и попроси и что Яков нам обещает что если мы будем просить просто и без упреков то Бог нам даст это сила притчи это сила которая входит внутри нас Святым Духом работает внутри нас и потом рождается плод вот еще притча мы читаем из той же главы Матфея 13 давайте откроем 44 стих Матфея 13 44 еще подобно царство небесное сокровище скрытому в поле которую найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все что имеет и покупает поле то вы услышали о чем здесь говорится притчу может каждый столковать как ему хочется по той мудрости которую дает вам Святой Дух когда я читаю эти стихи я помню апостола Павла который однажды сказал следующее я родился евреем был фарисей соблюл всю Тору но потом я познакомился с Машехом и по сравнению с Машехом все я почел четою кто помнит этот стих не помните столько много людей вот таким образом его толкуют они говорят вот апостол Павел был религиозным евреем соблюдал Тору вдруг познакомился с Машехом и обратился в христианство глупости совершенный люди не понимают что имеет здесь в виду Павел он говорит у меня были определенные достижения в своей жизни но вдруг я узнал Машеха и та сила которая приходит от Машеха дает мне силу достигнуть все что я когда-то учил и использовать эти вещи например если у тебя есть семья до того как ты пришел к вере и у тебя есть работа до того как ты стал верующим и ты уже получил образование до того как ты пришел к вере и вот ты приходишь к вере и что теперь все это ерунда естественно нет но Машех дает тебе силу с небес для того чтобы еще больше развить все что у тебя было до него мы знаем мы знаем столько много мудрых и образованных людей которые без Бога они пришли они просто их жизнь была разрушена они подошли к своему концу но но с Богом ты не отменяешь ничего в своей жизни ты только отменяешь грех ты только избавляешься от старой закваски и ты получаешь силу с небес для того чтобы продолжать двигаться вперед третий урок Ханука и вот Эпифан он заходит в Израиль это было 300 лет до нашей эры и он наполняет эту землю идолопоклонничеством что он хочет сделать он хочет снизить власть Бога Израиля не уничтожить а поднять идолопоклонничество чтобы поклонение Богу и идолам было на одном уровне все так делали и римляне и греки на протяжении всех лет они говорили ты веришь Бога Израиля хорошо но и в Зевса тоже надо верить и в Афродит кто? Астарта они все на одном уровне но Маккавеи восстали против этого Бог дал им силу как тогда я дал силу Иосифу о чем учился внижение и они победили мы видим этот рассказ столько много раз если возрастает зло Бог ищет верного человека если верный человек встает он дает ему силу и помазание победить Мордехай и Эстер Мордехай и Эстер Даниэль Неви Даниэль Пророк Даниэль мы можем рассказывать без остановки в суде Израиля и конечно если в нашей жизни существует компромисс это напоминает образ Епифана ты верующий но у мира есть другие стандарты и иногда человек соглашается на эти стандарты и в начале вроде бы все хорошо но следующий шаг это ад поэтому очень важно хранить себя от компромисса очень важно хранить себя от компромисса как написано в откровении ты если пошел на компромисс то я тебя извергну из своей руки поэтому Иуда Макавей встал и поверил в Бога и Бог дал ему силу очистить храмовую гору и очистить храм от всяких идолов очистить и осветить от идолов и осветить сделать хануку в храме это очень сильный пример для нас вы все еще со мной еще один пункт последний Ешуа и Ханука если мы откроем послание Иоанна я хочу прочитать 10 стихов я читаю с 22 стиха послание Евангелия от Иоанна 10 глава Евангелия от Иоанна 10 глава с 22 я назвал этот урок Я и Отец Одно настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима 22 стих о каком дне говорится о хануке об этих днях Ешуа и Ханука тогда Ешуа в храме в притворе Соломона вам ходил иудеи обступили его и говорили ему долго ли тебе держать нас в недоумении если ты Машех скажи нам прямо Ешуа сказал им я сказал вам вы не верите дела которые творю я во имя Отца моего они свидетельствуют обо мне но вы не верите ибо вы не из овец моих как я сказал вам Ешуа говорит Ешуа умер в 27 стихе что говорит Ешуа овцы мои слушаются голоса моего я знаю их и они идут за мною и я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек и никто не похитит их из руки моей отец мой который дал мне их больше всех никто не может похитить их из руки моей я и отец одно тут опять иудеи схватили камни чтобы побить его Ешуа отвечал им много добрых дел я сделал вам от Отца моего за которые из них хотите побить меня Ешуа это происходило это происходило это происходит сегодня выражение я и отец одно в христианском мире производит бурю они все время в таком напряжении кто Бог кто есть Ешуа Ешуа Бог или Ешуа не Бог и есть постоянные непрекращающиеся войны вы понимаете о чем я говорю я недавно прочитал в фейсбуке пост кто-то написал когда Ешуа был в этой стране сколько в нем было процентов от Бога и сколько процентов от человека 98 от человека и 102 от Бога когда я прочитал этот пост я хотел сказать плохое слово дурак сколько можно вообще заниматься этой глупостью не в этом направлении нас хочет взять Ешуа если мы хотим знать точно кто есть кто нам нужно просто взять за основу древнееврейский принцип посланник достоин пославшего его я хочу возвратиться посланник достоин пославшего его когда посол какой-то страны приезжает для переговоров у него есть власть на тот момент главы правительства и той страны которая его послала и это смысл этого стиха что я отец одно но но внимание не должно сосредотачиваться на этом стихе которая всех приводит к воинам правильное место которое еще хочет что мы услышали это стихи 27 28 29 и не 30 и написано в этих трех стихах овцы мои слушаются моего голоса я знаю их они идут за мною овцы мои слушаются моего голоса и они идут за мной и я сохраню их и мой отец небесный который превыше всего сохранит их и никто не похитит из руки моей это смысл того что написано это ханука если ты слышишь голос ешуа если ты согласен с той жертвой которую он принес для тебя если ты согласен с распятием и что ты был причиной этого распятия если ты каешься и говоришь бог во имя ешуа прости меня и наполни меня святым духом и очисти мою внутренность освети меня сделай внутри меня хануку обновление моего собственного храма и это сила и это суть и это наше искупление а не ссоры кто есть кто на этом я хочу закончить и сказать вам мы сегодня научились нескольким вещам верность высокий стандарт вера в Машиах и желание служить его голос и истинная ханука обновление которое происходит внутри нас которое посвящает нас Богу и делает нас готовыми на всякое доброе дело чтобы каждый из нас был инструментом в руках Бога этим я хочу закончить и помолиться вместе с вами давайте встанем встанем